Здравствуйте, друзья! В этом выпуске мы поговорим о долгожданном проездном билете за 49 евро, так называемый Deutschlandticket. И ответим на вопросы, когда он войдет в силу, как и где его можно приобрести, можно ли на нем ехать за границу Германии, что нужно обязательно учесть и остальные нюансы. Так что смотрите это видео до конца, чтобы разобраться в этом непростом вопросе. Звучит интересно? Тогда поехали! Добро пожаловать на наш канал Germanication. На этом канале мы предлагаем самую актуальную и релевантную информацию об иммиграции и трудоустройстве в Германии. Так что обязательно подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Также приглашаем вас посетить наш веб-сайт germanication.com. Итак, а теперь все по порядку. Deutschlandticket или билет за 49 евро является постоянным преемником популярного билета за 9 евро, который действовал в июне, июле и августе 2022 года. Ассоциация немецких транспортных компаний VDV сделала масштабный анализ летнего предложения и, как оказалось, с ошеломляющими результатами. В сумме было продано более 52 миллионов билетов по 9 евро. Кроме того, около 10 миллионов с действующими на абонентами автоматически получили билет со скидкой на все три месяца. Использование общественного транспорта в этом периоде выросло на 17%. Помимо этого, 10% владельцев билета за 9 евро отказались как минимум от одной из ежедневных поездок на автомобиле. Ну и, наконец, позитивный экологический эффект. Суммарная экономия климатических газов в эквиваленте CO2 составила около 1,8 миллионов тонн в период компании. Когда начинает действовать билет за 49 евро? Дата начала уже определена. Билет Deutschlandticket будет действовать с 1 мая 2023 года. Федеральное правительство договорилось об этом в конце января. Как и его успешный предшественник, билет за 9 евро, билет Deutschlandticket также будет действителен по всей стране. Заметьте, Германия выделяет на эти цели по 1,5 миллиарда евро в год из госбюджета. Также было достигнуто соглашение по рабочему билету JobTicket. Работодателям должна быть предоставлена возможность купить Deutschlandticket с 5% скидкой. Но обязательным условием является то, что они передадут его своим сотрудникам со скидкой не менее в 25%. Где вы можете купить Deutschlandticket за 49 евро? Этот билет является абонементом, то есть подпиской, которая автоматически продлевается, но также может быть отменена ежемесячно. Предварительная продажа билета за 49 евро начинается 3 апреля 2023 года. С этой датой Deutschlandticket можно будет приобрести в цифровом виде, например, через веб-сайт www.ban.de или www.deutschlandticket.de. Учтите, что бумажная форма на данный момент не предусмотрена, но для тех, у кого нет смартфона, будут предоставлены чип-карты. Так что покупка нового телефона не обязательно. Будет ли цена на Deutschlandticket зафиксирована на уровне 49 евро? Deutschlandticket вводят на постоянной основе. Министры транспорта договорились о двухлетнем в одном этапе. Уже со второго года, значит с мая 2024 года, билет может стать дороже, потому что планируется динамическая привязка к инфляции. А уровень инфляции в Германии в настоящее время составляет около 10%. Если бы повышение было сделано сейчас, оно составило около 5 евро. Кроме того, потребительские центры и ассоциации пассажиров призывают больше внимания уделять социальным аспектам. Принцип лейки, то есть дешевый билет для всех, не подходит для малообеспеченных слоев населения. А теперь поконкретнее. Сколько вы сможете сэкономить с новым билетом? Сначала простой расчет. Deutschlandticket стоит 49 евро в месяц. Умножаем на 12 месяцев, дает 588 евро в год. Сколько денег вы можете сэкономить с Deutschlandticket? Это зависит от того, в какой из более чем 130 тарифных ассоциаций Германии вы живете. Прежде всего, пассажиры, живущие на окраинах крупных городов, значительно экономят, потому что подписка на большие районы или маршруты часто дороже, чем в центральных районах мегаполисов. Таким образом, возможно экономия более чем в 2000 евро в год. Образцовый регион Ахен-Кольн, где месячный абонемент по регулярному тарифу стоит 265 евро в месяц, то есть 3189 евро в год. Таким образом, выходит 2600 экономии в год с билетом Deutschlandticket. Пример из Гамбурга, где регулярный абонемент на месяц стоит 58 евро и 50 центов. Это означает выгода в 114 евро, если вы будете использовать Deutschlandticket. Пример из Берлина. Годовой билет стоит 761 евро, соответственно 173 евро в год экономии с билетом Deutschlandticket. Пример из Мюнхена. Годовой билет по городу стоит всего 561 евро. Еще раз напомню, Deutschlandticket стоит 588 евро, соответственно стоит даже на 17 евро дороже. В будущем, те, кто использует региональные поезда, которые включены в билет Deutschlandticket вместо скоростных ICE или IC, также смогут значительно сэкономить. Таким образом, сколько вы экономите, купив Deutschlandticket, зависит от тарифа, в котором вы живете и как часто используете региональный транспорт для междугородних поездок. Где действует билет за 49 евро? Deutschlandticket представляет собой общенациональный фиксированный билет для всего общественного транспорта, включая все региональные поезда 2 класса и должен иметь ту же область действия, что и билет за 9 евро. Поскольку это относится ко всем транспортным компаниям и транспортным ассоциациям, также могут применяться все общенациональные региональные перевозки Deutsche Bahn и частные железнодорожные компании, такие как Metronom, ODEG, Violea и так далее. С билетом Deutschlandticket вы можете использовать все рейсовые автобусы, трамваи, метро, Espan, паромы, например, в Гамбурге и Берлине, региональные поезда 2 класса и региональные экспрессы 2 класса. Действительны ли Deutschlandticket для поездок за границу? Некоторые региональные поезда пересекают национальные границы Германии, например, региональный поезд из Мюнхена в Баварии, в Зальцбург в Австрии. Внимание, действует следующее. Deutschlandticket за 49 евро действителен на всех маршрутах и всех вокзалах, на которых также действуют билеты по тарифу Германии, то есть также на международные поездки, если они включены в тариф Германии. Пример железнодорожных станций за границах, включая поездки туда, на которые действительно билет за 49 евро. Поездки в Австрию, Зальцбург и Кувштайн. Поездки в Швейцарию, Шавхаузен и Базель. Поездки во Францию, Лотербург и Виссамбург. Поездки в Нидерланды, Энсхеде и Фенлоу. Поездки в Польшу, Свинемюнде. А где и когда Deutschlandticket недействителен? Билет за 49 евро недействителен в поездах дальнего следования ICE, ICE, EC или EC компаний Deutsche Bahn. Билет за 49 евро, как правило, действителен только для проезда вторым классом. Клиенты с регулярной подпиской знают и ценят следующие правила, что они часто могут брать с собой дополнительных пассажиров бесплатно в определенные периоды времени, например, вечером или выходные дни. Пока неизвестно, как это обернется для Deutschlandticket. Поезда с отдельным тарифом, вероятно, также нельзя будет использовать с билетом за 49 евро. К ним, например, относятся горные железные дороги, такие как Zugspitzbahn или Nebelhornbahn в Баварии. Бесплатный паровоз велосипедов также не входит в стоимость нового билета. При перевозке с собой велосипедов необходимо соблюдать правила отдельных федеральных земель или транспортных ассоциаций. Надеемся, что это видео было полезно для вас. Обязательно, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Таким образом, вы поддержите эту инициативу. Это совершенно бесплатно. Желаем вам всего наилучшего.